Отклик на щедрую благодать Как послушные дети, не сообразуйтесь прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов. Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, Уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Послушанием истине, через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, Как возрожденный нетленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Размышления, часть первая. Вера, готовая к действию. Первое послание Петра, первая глава, с 13 по 14 стих. Петр велит нам не просто бодрствовать умом, но и не быть пассивными в вере. Это понятно по употребленной здесь фразе. Припаяться в чесло ума вашего. В оригинале это звучит очень буквально. Когда израильтяне готовились к сражению или тяжелой работе, они подтыкали длинную одежду под пояс, чтобы было больше свободы в движениях. Петр подчеркивает, как важна готовность вступить в предстоящие нам духовные битвы. Мы искуплены от Божьего гнева и греха кровью Христовой и теперь принадлежим Ему. Мы должны быть готовы предпринять активные действия, потому что дьявол попытается нас одолеть. Каким образом вы активно противостоите злу и готовитесь к духовной битве? Петр заповедует нам быть святыми, потому что мы искуплены и стали новым творением. Он не призывает нас совершать святые поступки, потому что святость – это не то, что мы делаем, а то, кто мы есть. Иными словами, послушание – это реакция на наш новый статус, а не то, к чему мы прибегаем, чтобы получить награду. Змея не может действовать, как тигр, а тигр – как змея. Чтобы жить христианской жизнью, человек, не являющийся христианином, должен быть преобразован. Этот отрывок служит ободрением для всех христиан и напоминает, что мы можем совершать святые поступки, потому что во Христе уже святы. Помните, что святость не в наших делах, она отражает нашу сущность. Прежде чем задаваться вопросом, что делать, спросите себя, кто вы есть. Молитва. Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что Ты освящаешь меня посредством крови Христовой. Дай мне не забывать, кто я есть на самом деле. И пусть мои поступки в точности отражают то, что сделал Христос на кресте. А Святой Дух продолжает делать во мне. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok